Добрый день! Сегодня у нас серия 147, автоинтервью, шестая часть. Это продолжение, начало микросериала, смотри, в серии 140. Чем займёмся сегодня? Паттернами четыре. История, политика, повседневность. И то, и другое, и третье, причём одновременно. Но сначала я хочу обратить ваше внимание вот на что. Позволю себе метафору. Открывая, обнаруживая в истории сначала паттерны один, а потом паттерны два и три, мы пользовались разной оптикой. Сначала телескопом, а потом театральным биноклем. Ну, можно сказать и так. Теперь нам понадобится новый инструмент. Микроскоп. Да. Из чего будем делать микроскоп? Давайте вернёмся обратно и упорядочим то, что уже было сказано по разным поводам. Вот человек проявляет себя в разных ситуациях. Ситуации эти можно разбить на классы. Человек думает, человек действует. Человек действует и думает вместе с другими или сам один. Получается четыре группы ситуаций, четыре класса. Сознание, мышление, социальное поведение и предметная деятельность. Это только форма новая или содержание тоже? А помните, мы работали с паттерном три и искали социальную группу, сидящую на втором уровне? Да, и обнаружили крестьянство. А помните, какие критерии мы при этом использовали? Мышление, через пространство и границу, как основные категории. И социальное поведение, через свой-чужой, как основную формулу. Ну вот, два блока и четырёх побывали уже в работе. Мышление и социальное поведение. Ну, театральный бинокль. А другие блоки. Там, где мы работали с паттернами один, в списке эпох мы пользовались геометрической интуицией. Например, вот геометрический образ для античности. Бегуны на Олимпийских играх. На керамике. Ситуацию, изображённую на вазе, можно описать словами разными способами. Рассмотрим два из этих способов. Первое. Это движение к цели. И тогда этот блок предметное действие. И второй способ. Это борьба каждого за победу над остальными, за доминирование. И тогда это блок социальное поведение. Ну, телескоп, социальное поведение и предметная деятельность. А что блоки сознания? Ну, вот как вы определите человека, который верит в чудеса, приметы, предсказания, экстрасенсов, проклятие колдунов, целебную силу икон, инопланетян, рептилоидов? Я скажу, что у такого человека магическое сознание. И какой смысл вы вкладываете в слово сознание? И чем это отличается от мышления? Ну, мышление, видимо, локально. Я думаю, что... И дальше идёт мысль по поводу какого-нибудь локального факта. Осознание. Осознание глобально. Святые иконы исцеляют. Это общее знание многих. Сознание. Сознание. Согласен и добавлю. На каждом уровне своё сознание. А магическое сознание на каком уровне? На первом. Почему? Ну, как же. Оно концентрируется на единичном объекте. Если вы говорите, что святые иконы исцеляют, то для вас все такие иконы сливаются в один объект. И тут всё возможно. Потому что мы ещё не способны отличить «да, возможно» от «нет, невозможно». Здесь мы ещё не способны удержать в поле внимания два разных объекта. Вопреки нашей воле они сливаются обратно в один объект. Вот такие типы сознания по уровням. Первый – магическое. Второй – этическое. Третий – эстетическое. Четвёртый – ролевое. Пятое – свободное. Шестое – теоретическое. Седьмое – парадоксальное. Восьмое – универсальное сознание. А давайте обсудим каждый тип отдельно. Ну вот. Магическое. Верит чудесам, приметы, пророчества, заклятия, проклятия. Этическое. Делит мирно белое, чёрное, добро, зло, свет, тьму своих чужих. Эстетическое. Ищет совершенство, грустит о несовершенном, сравнивает с идеалом. Ролевое. Каждый человек имеет свою роль. Список ролей известен. И вот это распределение ролей всё объясняет. Свободное сознание. Требует свободы, целит неопределённость, радуется возможностям. Теоретическое сознание. Ищет причины, сомневается и доказывает, исследует, хочет понять. Парадоксальное сознание. Ценит оригинальные идеи, изобретает. Ну и последнее универсальное. Видит, слышит, понимает, переживает, сострадает. Интересно, что? Интересно, что разного рода конспирология, от мирового правительства, с которым предлагают бороться левые, до печенья Газдепа, который мерещится кремлевским спикерам разного ранга. Всё это типично ролевое сознание, уровень четвёртый. Получается, что люди – это куклы, где-то там есть кукловоды, и всё это организовано, и каждая кукла слушается кукловода, все кукловоды знают, чего они хотят, все выполняют свои роли, и это всё объясняет. А как понимать, например, словосочетание «религиозное сознание» или «научное сознание»? А, это уже паттерны четыре. Вот «религиозный паттерн» – это уровни один, два, три, четыре, магическое, эстетическое, этическое и ролевое. А «научный паттерн» – это три, четыре, пять, шесть. Эстетическое, ролевое, свободное, теоретическое. А какие бывают ещё по четыре паттерны? Ну вот смотрите, один, два, три, четыре. Раньше я назвал их стилистические четвёрки, теперь буду называть их паттерны четыре. Один, два, три, четыре – это архаика или религиозное сознание в просторечии мракобесия. Два, три, четыре, пять – это обыватели или в просторечии рядовые граждане. Три, четыре, пять, шесть – это либералы, научное сознание, рационализм. Четыре, пять, шесть, семь – это либертарианцы, арт-активисты. Пять, шесть, семь, восемь. Ну вот любители Туаи и любители семейного образования будут примеры. Два, четыре, шесть, восемь. Ну это гуманисты-моралисты. Один, три, пять, семь – гопники-преступники. А можно примеры? Ну вот, замечательная фотка. Как бы вы расшифровали, что здесь происходит. Это мощи святого Федора Ушакова, доставленные в Кронштадт. Публикация 2017 года, 27 июля. Накануне дня военно-морского флота привезли мощи святого праведного воина Федора Ушакова. На сайте Санкт-Петербургской митрополии о русской православной цели. Вот это церкви, вот это типичный один, два, три, четыре. А вот другой пример из этой же серии, один, два, три, четыре. Парад военно-морского флота в Петербурге в этом году. Давайте посмотрим по уровням. Обратите внимание, что тип сознания один, два, три, четыре, архаика, не обязательно связан с какой-нибудь религией. Но поскольку именно религия ярче всего демонстрирует примеры этого типа, то часто говорят о квази-религиях, например, победобесия как религия и прочее. Еще отмечу, что из четырех уровней крайние два представлены очень ярко, средние два менее ярко. В данном примере ярко представлены магическое сознание и ролевое сознание, менее ярко этическое и эстетическое. Посмотрите, люди сконцентрированы на одном объекте, это первый уровень. Ну и, конечно, все это ритуал, ролевая система, четвертый уровень. Хорошо, красиво, второй и третий. А вот пример два, три, четыре, пять. Это Хабаровск, 24 июля 2020 года. Лозунги «Свободу», «Фургалу», «Мы голосовали за своего губернатора», ну и много всяких других лозунгов. Обратите внимание на сине-зеленые шарики. Это обыватели. На втором уровне есть четкая граница, отделяющая участников от неучастников. Вот этот сине-зеленый цветовой набор – это те, кто внутри. На третьем уровне есть определенная цель, но быстрого достижения не видно. На четвертом уровне, кроме главной цели, есть и другие, есть целый букет целей, дополняющих друг друга. И на пятом уровне «Свобода» – важное слово в лозунгах, но и сам выход на акцию – это самостоятельный личный выбор, вовсе не ритуал, как в прошлом примере. Ну и снова 2,5 – важнее здесь, чем 3,4. А вот 3,4,5,6 – пример Алексей Навальный. «Россия будущего» – еженедельная передача. А вот дебаты. Навальный Кац модерирует Майку Наки, вот он сверху посередине. Это рационализм и либерализм. 3,4,5,6 – давайте посмотрим по уровням. Третий уровень. Есть цель дальняя, прекрасная Россия будущего, даже есть цель средняя, например, умное голосование, и есть цель ближняя, например, победа на дебатах. Четвертый уровень. Есть определенное распределение ролей, их, правда, не слишком жесткое, и соблюдение определенных правил, например, правил на дебатах. Пятое. Навальному регулярно намекают, что лучше ему уйти из политики, но он регулярно свободно выбирает «я остаюсь». Ну и шестой уровень. Дебаты, дискуссия, доказательность речи, анализ причин. Еще раз обращаю внимание, что 3,6 – здесь важнее, чем 4,5. А вот пошел тип сознания 4,5,6,7. Юлия Цветкова, художница дальневосточная. Погуглите, там целая история. А вот пусть и райот пляшут в храме 2012 год. Давайте посмотрим. 4,5,6,7, 4. Нет ясной цели, но есть миссия, и демонстрация, и спектакль. Пятый уровень – есть свободный выбор, часто рискованный. Шестой уровень – все продумано. Седьмой уровень – идеи, образы очень весьма оригинальны, и этим они дороги и автору, и зрителю. 4,7 здесь важнее, чем 5,6. А вот пример, приоритеты в образовании. Видео с Викторией Глазко. Вот она выложила его 26 июля, то есть вчера. А в углу написано «Кайманщик ЦССО». Центр содействия семейным образованию. Давайте посмотрим основные уровни. 5,6,7,8, 5. Свободный отрыв от общепринятых практик и представлений, в частности в образовании. Общий лозунг «Делай, что хочешь». Но есть на шестом уровне продуманность, на седьмом уровне – оригинальные стратегии аргументов, и на восьмом уровне – открытость миру вообще, своему подсознанию, чужим сознанием в частности. Еще раз, 5,8 здесь важнее, чем 6,7. Следующая серия 2,4,6,8. Вот три моих любимых представителей. Игорь Яковенко слева, Михаил Ходорковский в центре, и Виктор Шандорович справа. Второй уровень – четкое понимание границы между добром и злом. Четвертый уровень – понимание, соблюдение, повторение для других норм и правил, как правильно. Шестой уровень – продуманность, понимание причинно-следственных связей. Восьмой уровень – открытость миру и чужим интересам, сострадание и эмпатия. И здесь, в отличие от предыдущих примеров, все четные уровни одинаково важны. А вот пример 1,3,5,7. Слева Дональд Трамп, справа Владимир Путин. Первый уровень – жадность, похотливость, самолюбование. Третий уровень – стремление все контролировать, жажда власти и забота о рейтинге. Пятый уровень – импульсивность, непредсказуемость. Седьмой уровень – ложь как система, фальсификация как метод. Ну и при этом демонстративное игнорирование всех четных. Пожалуй, эти уровни все равноправно присутствуют. Есть вопросы на понимание. Ну давайте. А есть еще другие паттерны 4? Вот эти семь паттернов 4 – это паттерны первого ряда. Для того, чтобы разбираться в политике, их достаточно. Есть еще паттерны 4 второго ряда, их 31. Они работают в психологии при описании конкретных личностей. Однако, если личность хочет стать публичной фигурой, то ей нужно демонстрировать паттерн 4 первого ряда. А свой собственный, любимый паттерн 4 второго ряда нужно поберечь для домашнего потребления. А может он утверждать, что одни паттерны 4 – добро, а другие – зло. Ну вот это будет темой нашей следующей встречи. По скрипту. Совсем уже было подготовил презентацию и тут встретил новую статью на фейсбуке. Мария Эйсмант. Сегодня в Строгановке похоронили маленького Мусу Сулеймана, вот их летнего мальчика, который пропал вечером в пятницу, играя около своего дома. Его искали тысячи крымчан. Те его нашли в выгребной яме в нескольких метрах от дома. Вчера. Отец Мусы полтора года сидит в СИЗО по обвинению в руководстве террористической организации. Он проходит под мудеву с моим подзащитным Раимом Айвазовым, пишет Мария Эйсмант. Всего в деле 29 обвиняемых. С самого утра вереница машин потянулась по разбитым дорогам в Строганов-Хемига. Канав, остовов заржавевшей техники, строящихся домов, к дому Сулеймановых. Сотни, если не тысячи людей, пришли проститься с погибшим ребенком. До самого конца разговоров виталой надежды, что отцу дадут возможность проститься с сыном. Вдруг привезут. Можно же под конвоем. Мы бы все отошли и не подходили. Только 10 минут попрощаться и обратно. Рассказлина, я приведу начало вот здесь и дальше сразу конец. Мария Эйсмант. Просто зайдите к руководителю, обращается к чиновнику. Зайдите на совещание и скажите, что это срочно. Человек в костюме смотрит на меня недоуменно. Зайти на совещание? Я такого никогда себе не позволю. Ну что вы, маленький мальчик погиб, его сейчас похоронят, а его отец никогда в жизни больше его не увидит. Никогда. Нужно всего 10 минут. Вы что, не понимаете? Это же понятная человеческая история. Вот именно, что человеческая. А мы военные люди. Мы не по-человечески должны действовать, а по закону. Ну вот, если вы досмотрели до этого места, вам домашнее задание. Понятно, что здесь сталкиваются адвокат, у которого 2468, и чиновник, у которого 1357. Но вот попробуйте это обосновать. Спасибо. На сегодня все. Продолжение следует. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»